Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести новые жесткие санкции против всей атомной отрасли России. Об этом украинский президент сказал в видеообращении. Глава украинского государства подчеркнул, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом по многим странам мира. Из-за действий оккупационных войск могут пострадать страны Европейского Союза, Турция, Грузия и более отдаленные регионы. Все зависит от направления силы ветра. Владимир Зеленский также подчеркнул, что все войска России должны немедленно покинуть Запорожскую АЭС, чтобы ядерный объект снова перешел под контроль Украины. И прямо сейчас с нами на связи Геннадий Гудков, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот будет ли услышана Украина с ее призывом что-то срочно сделать в отношении ЗАЭС? Я бы на месте западных лидеров обязательно к этому прислушался, поскольку карта, географическая, обычная, любая карта, она заставляет ужаснуться. Если что-то произойдет серьезное, я просто напоминаю еще раз, 5 или 105 уже, что Запорожская атомная станция намного мощнее, намного больше, чем Чернобыль, который потряс весь мир, вот аварийный Чернобыль, она потрясла весь мир, то что может произойти, если будет применено, вот, скажем, такое оружие ядерного заражения с Путиным, сказать очень сложно. Действительно, тут и силы ветра, и скорость движения этого облака будет иметь решающее значение. Но могут подгадать, могут подгадать так, чтобы, допустим, пошло все в Европу. И вот здесь должна семерка сказать, здесь должна двадцатка выступить, здесь должны быть жесткие заявления Соединенных Штатах Америки, НАТО, других структур. Ну, я считаю, что Китай должен сказать. Китай тоже работает с ядерной энергетикой, тоже владеет ядерным оружием и входит как ядерные державы в Совет Безопасности, ООН на постоянной основе. Иначе, вот, и опять-таки, видите, вот я самое главное говорю. Вот Путин взорвал станцию, поручил, сделали, сделали провокацию, взорвали, все там сдетонировало, пошло радиоактивное облако. Какой будет ответ коллективного Запада? Мы не знаем, вы не знаете, никто не знает, Путин не знает, а он должен знать. И вот пока этого ответа четко не сформулировано, миром собственности, пока мир жестко не потребовал передать. Вот мы сейчас передавали этот ролик, передать атомные электростанции под контроль Украины. Я считаю, это правильно с точки зрения, допустим, техники, технологического цикла, оборудования и прочее. А вот безопасность передать в руки международному контингенту, либо НАТО, что наиболее правильный вариант, либо международным силам сформированным ООН во главе с ведущими ядерными державами. Другого варианта нет. Потому что пока на территории атомной станции организован склад боеприпасов, пока есть провокаторы типа Пригожина и им подобных, вероятность и возможность ядерного заражения в результате умышленного подрыва атомной электростанции, они просто реальны, она очень высокая. У Путина нет никаких иных инструментов, никаких иных способов, кроме как запугивать и шантажировать мир. У него ничего нет. Ничего он не может придумать, кроме вот ядерного шантажа, либо ядерным оружием России, либо ядерным заражением с помощью той же Запорожской атомной электростанции. Вот два козыра, собственно говоря, они одинаковые по своей, как бы так сказать, сути, но немножко отличаются по форме. Поэтому мир прямо сейчас должен, как говорится, с ножом у горла требовать от Путина передачи контроля на Запорожской станции мировому сообществу. Да, именно что не просить, да, а требовать? Требовать. Ненадий, вот после серии взрывов в Крыму, Джанкой сегодня, Новофедоровка, Симферопольский район, понимают ли россияне, что война уже пришла в Крым? Не знаю, не знаю. Я сегодня разговариваю с разными россиянами из разных слоев, из разных социальных групп. Наиболее, ну, бизнес понимает, элита путинская, даже те бенефициары режима, которые, в общем-то, всю жизнь пользовались благами вот этого захвата власти политической и так далее, они понимают. А вот простое население, тут вопрос сложный. Кто-то понимает, а кто-то совершенно не хочет ничего понимать. Мы с вами видели и слышали вот совсем недавно опубликованные данные якобы, ну, по крайней мере, трёх идёт. Скажем так, давайте хорошо проверенный трёх о том, что ФСО проводит, я это и так знаю, я даже знаю, подразделение ФСО проводит регулярные опросы для Путина населения. Но я не знаю, утекла эта информация или её придумали. Но то, что ФСО это действительно делает у них самая крупная сеть социологических опросов, это я знаю не понаслышке. А то, что вот провели якобы опрос, и там резко сократилось активное звено поддержки войны, что подтверждает, кстати говоря, моими наблюдениями личными, личными моими исследованиями, и меньше половины якобы понимает, для чего вообще нужна война, это говорит о том, что сознание медленно, но меняется. Есть дремучая часть населения, она где-то процентов 15, может быть 20, до которой ничего не доходит. До неё будет доходить только тогда, когда не видит ядерную вспышку, или уже, так сказать, приближающуюся ударную волну. Но, как говорится, это уже будет поздно, уже не будет времени на подумать. Поэтому часть понимает, часть нет. Но главное, что элиты понимают. Вот люди, которые с мозгами соображающие, они это уже всё понимают. Я разговаривал только сегодня с заметными предпринимателями России, скажем так, я, конечно, не буду называть фамилии. Я говорю, какое у вас общее настроение? Вот мне отвечает человек, уныние. Уныние. Мы находимся в депрессии. Мы находимся, мы всё равно чего-то ждём, на что-то надеемся, хотя понимаем, что лучше не будет. Вот вам ответ. Человек, который очень активен, очень общителен, очень контактен, владеет информацией в очень многих сферах. Такая вот там отрасль, которая обслуживает все остальные отрасли. И поэтому вот такая характеристика. То есть бизнес в унынии. Там, правда, будет ещё более крепкое слово сказано, но мы его опустим. К унынию депрессии мы ещё вернёмся, я думаю, сегодня в нашем разговоре. А сейчас хотелось бы поговорить о том, что ФСБ заявило о подрыве линии электропередач Курской атомной электростанции и возбудило уголовное дело по статье о терроризме. Об этом говорится в заявлении ведомства. Какие у вас соображения вот по этому поводу? Очень сложно. Я, во-первых, немножко тут своими личными семейными событиями подостал от новостей. Наверное, чего-то я не посмотрел, не увидел. Но всё, что угодно может быть. Может, всё, что быть угодно. От провокации до грамотных действий разведной диверсионной группы. Поэтому я сейчас не берусь гадать на кофейной гуче, что это было. Давайте я почитаю лучше материалы, посмотрю, что там известно, какие-то детали, какие-то факты, чтобы было более осознанное мнение. От провокации до грамотных действий разведной диверсионной группы. Путин сегодня выступал на московской конференции по безопасности. Вот как всегда прозвучали обвинения в адрес США, НАТО. Именно они, по словам Путина, цитата, пытаются затянуть конфликт в Украине, разжигают его в Азии, в Африке и Латинской Америке. Вот как вы полагаете, вот эти обвинения, вот эти угрозы, их хоть кто-то где-то всерьёз воспринимает? Ну, где-то, извините, так сказать, жители Урыпинска, может быть, в Урыпинске, может быть, в Кургане, может быть, в нищей Тверской области, извините, где-то ещё. Наверное, да. Если вы говорите про мир, то нет, конечно. Я вот внимательно слежу за эти события в Болгарии. Конечно, здесь эту лапшу на уши практически уже никто не носит. Вышло из моды, и фасон уже не тот. Вот, вот, поэтому даже вот в русскофильской, некогда, скажем так, в Болгарии уже вот трудно найти людей, которые во всю эту ерунду верят. Ну, понятно, что для внутреннего употребления, что это для вот этой быдломассы, которая всё ещё Путину верит во всех, так сказать, смыслах этого слова. Они превзошли Геббельса. Я вот всё время говорю, что Геббельс не доработал, не смог, не придумал. То есть эти люди, они по своему уровню наглости, лжи, лицемерия, умыслы, так сказать, обмануть, они превзошли Геббельскую пропаганду. Они достойные ученики Третьего рейха в этом смысле этого слова и продолжают удивлять мир наглости, циничности и беспардонности своего вранья. Ну да, и вот в продолжении просто удивительно, что дальше Путин заговорил о том, что необходимо уважение к мировому праву и нужно укреплять позицию ООН. Вот просто хочется напомнить, да, что во время визита Генсека ООН в Киев, да, Россия атаковала город ракетами. Да, да, чтобы не повадно было. А после подписания договора международного разблокировки портов, тут же нанесла удар ракетами по Одессе, как раз по хранилищам, по-моему, зерном. Ну, то есть это вот просто демонстративное презрение, глумление над международным правом, как человек может, занимающийся организацией уничтожения, скажем, международного права в своем сознании, в своей стране, еще заявлять о каких-то нормах международного права. Это люди, я сказал, они превзошли Геббельс по уровню наглости просто кратно. Да, где Геббельс учился, как говорят, Путин преподавал. Да, да, это в лучшем случае. А может, даже еще хуже. Вот The Daily Mirror со ссылкой на двух экспертов пишет, что кремлевские чиновники и представители путинской элиты охвачены паникой и, цитата, тайно пытаются положить конец войне в Украине. Как вы считаете, о чем и о ком может идти речь? Я вот последнюю строчку, это шедевр, тоже какой-то там тайно пытаются прекратить войну в Украине. Интересно, как можно я тайно пытаться... Ну, какой-то заговор, не знаю, созревает очередной. Нет, тогда бы сказать, что готовят заговор или там какие-то плетут интриги против Путина лично. Тут еще можно было понять. Но тайно война не прекратится совершенно точно. Она прекратится в результате либо обвала режима, либо свержения Путина, либо какого-то дворцового переворота, либо чего-то еще. Вот издание пишет, что это один из столпов режима, семье которого угрожает опасность. Нет, если вы хотите спросить меня, что думают столпы режима, люди, близкие к Путину, которые с ним держатся за ручку, обсуждают какие-то важные вещи, я это знаю. Я вам могу подтвердить. Они все говорят одно слово. Они находятся вот в этой, вообще, как бы сказать, в уровне, так сказать, шока, который называют матерным словом, типа в охрении. Вот они абсолютно все не сговариваясь употребляют это слово. И если вы хотите спросить, что думают эти люди, они без мат уже не говорят. По крайней мере, может быть, они, так сказать, при мне не очень стеснялись в выборе русских слов, но при мне вот они без мата об этом не говорят. Это я и говорю, те люди, которые вхожи к Путину. Я таких нескольких человек уже встретил в Европе, имел с ними душесчипательные долгие беседы о смысле бытия и существования. Вот они находятся в глубоком шоке, в депрессии, в подавленности, в унынии, как мне сказала сегодня, так сказать, другая персона. Вот. Поэтому, да, это так. Но они способны на какой-то заговор, может быть, на какие-то тайные сепаратные переговоры, или они просто вот живут в своем унынии? Они пока живут в своем унынии. Они мучительно ищут выход. Они обсуждают даже с нами. Ну, я не знаю, или оппозиции. Обсуждают даже с нами ситуацию и не стесняются это делать. Вот. Но я не думаю, что они пока готовы на какой-то заговор, свержение. Может быть, чуть позже. Может быть, это придет из недр каких-то там генеральских кланов, скругов, когда Путин начнет возлагать вину за поражение военное на тех людей, которые там недооценили, обманули, не проявили непрофессионализм и так далее и тому подобное, когда им будут шить дела. Вот тут может что-то быть, наверное, чтобы для того, чтобы защитить себя, ну, будет вот такая какая-то, что что-то могут сделать. Не раньше. Но я, по крайней мере, пока не чувствую заговора. Вот, может быть, я не прав. Может быть, даже я очень хочу быть неправым. Я бы с удовольствием оказался, был бы рад, что если я не прав, по заговору уже там идет. Поэтому он тайный, поэтому заговор и должен быть он тайным. Но я пока не чувствую этого в воздухе. Может быть, это будет позже. Ну, российские авиакомпании пока начнут летать без второго пилота в целях экономии. На портале госзакупок вот речь идет о том, что его можно заменить на виртуального, да, чтобы вот сократить расходы. Да, кроме того, запчасти для ремонта самолетов и системы навигации новейшие иностранные компании больше не поставляют из-за санкций. Как вы думаете, вот насколько вообще становится опасно летать российскими самолетами? Ну, во-первых, за рубеж уже практически некуда летать, да. А если мы говорим о российских линиях, они загружены на самом деле. Но летать на них становится все опаснее, к сожалению. Ну, я же еще вот вспомнил, вы говорили, я вспомнил инструкцию, что там летчикам рекомендовано, не рекомендовано, вернее, часто и сильно тормозить, чтобы не изнашивались колодки, а какие-то там другие механизмы тормозные на самолетах. Я все время вспоминаю, там у меня был водитель такой с юмором, он все время говорил, он ездил довольно лихо, Геннадий Владимирович, не волнуйтесь, тормоза придумали трусы. Я вот все время вспоминаю его эту фразу, когда слышу про полеты наших самолетов и рекомендации летчикам сильно не тормозить. Вот, конечно, риски возрастают везде. Риски возрастают в домах, где не ремонтируется и не обслуживается лифт, потому что нет просто комплектующих запчастей. Возрастает риск самолетов, возрастают риски в жилищном коммунальном хозяйстве, где там уже люди проваливаются, сварятся в кипятке, падают в ямы, в колодцы и так далее. Много чего происходит. То есть в стране сейчас очень резко выросли риски быть там застреленным, задавленным, попасть в какую-то техногенную катастрофу и так далее и тому подобное. Это неизбежно. Но, наверное, это как-то потом со временем как-то нормализуется, войдет какой-то привычный процент, потому что части каких-то запчастей будут перекупаться с наценкой там дольше и больше. Вот они как-то, что-то, наверное. Но, по крайней мере, вот сейчас период очень опасный, я бы сказал. Очень рисковый. Очень интересно, вы знаете, вот виртуальный второй пилот. Это вот удивительное определение. Вот вы бы сели в самолет, в котором есть виртуальный второй пилот. Вот это какая-то журнал техника молодежи 85-го года. Дальше что может быть? Виртуальные пассажиры, виртуальные люди полетели, виртуальный отпуск на виртуальном самолете с виртуальным пилотом? Вы знаете, вы мне напоминаете анекдот про партию пофигистов, которым все пофигу. А когда им спросили, а вам зарплата пофигу? Говорят, нет, зарплата там не пофигу. А у вас же в уставе написано все пофигу. Вот, говорит, а нам и устав пофигу. Вот я так понимаю, сейчас есть вот эта партия пофигистов в нашей авиации, им все пофигу, кроме цен. Цены-то приличные. Вот партия какая-то такая пофигистов сейчас, она в российской авиации, в российском мореплавании, и там суда, которые ходят тысячи лет им уже в обед. Поэтому, конечно, все это будет сказываться на возросшем количестве смертей, травм, увечий и прочее, прочее. Но я уж там не говорю о медицине, о комплектующих, о лекарствах. Смертность тоже резко вырастет. Но мы все это понимаем, мы все это предсказали, все это говорили. Это несложно понять, если у тебя есть там две извили. Ну хорошо, не две, четыре с половиной хотя бы. Но вот что, народ выбирает себе своего... Там народ достоин своего правительства. Ну, к сожалению. К сожалению. Лидер ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Вот Уфимский суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Вот это, наверное, больше похоже на такое предупреждение, чтобы больше не было никаких высказываний на концертах ни о Путине, ни о войне. Как вы считаете? Да, теперь мы понимаем, что жопа Путина, извините, я поцитирую Шевчука, она компрометирует российскую армию. И вообще, так сказать, может завтра она будет там явно фейком о российской армии. И стоит 50 тысяч рублей, судя по определению. Да, вкорбить жопу Путина теперь стоит 50 тысяч. Сколько мы с вами сейчас произнесли? Это раз на 150 тысяч, я уже наговорил. Вот поэтому, конечно, это маразм. Но маразм всегда крепчает, когда что-то происходит в империи плохое. Как правило, в конце. Империи, они все проходят через стадию маразма. Ну, вспомните, там, Леонида Ильича Брежнева, и, так сказать, его все эти систематические и прочее, прочее. Да, вот, все это мы проходили, мы все это видели. Но, тем не менее, в 80-е Шевчука не заставляли, как сейчас, писать объяснительную за песню «Не стреляй». Ну, что я могу сказать? Конечно, не было. Да, понятно, что в Советском Союзе существовал анекдот, который сейчас реализован. Если помните, там, на Красной площади стоит мужик и раздает листовки. Его хватает там ФСБ с милицией, тащит по колодкам. У него вместо листовок пустые листы бумаги. Ему говорят, ты что, слушай, ну ты совсем обнаглел. Мы тут трудимся, катаем тебя, следим за тобой, а ты пустые листы раздаешь. У тебя же там ничего не написано. Говорят, ребят, а что писать-то? И так все ясно. Тогда это был анекдот. Но сейчас же за пустой лист, за человека, стоящего с пустым листом бумаги, сажают. А ты пустые листы раздаешь. У тебя же там ничего не написано. Говорят, ребят, а что писать-то? И так все ясно. Тогда это был анекдот. Но сейчас же за пустой лист, за человека, стоящего с пустым листом бумаги, сажают реально в тюрьму, дают там 15-20 суток, да еще если это повторно, там угрожают уголовным делом. То есть вот действительно маразм настолько, так сказать, сейчас стал нормой российской политической жизни, что это, конечно, говорит о финальной стадии жизни империи. До Пути далеко, как вы считаете? До Пути далеко, ну как далеко, что значит далеко? Опять-таки вопрос в терминах, в понятиях. Далеко это два года, год-три месяца, какой мы берем срок. Я думаю, что не очень далеко, потому что все это сейчас будет сопровождаться, я надеюсь, очень быстрым военным поражением, полным расчарованием в Путине. А когда в вожде разочаровались, когда он потерял сакральность, происходят с ним другие ужасные события. Я надеюсь, что они не заставят себя долго ждать. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Геннадий Гудков, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Российской Федерации, был с нами на связи.